Ом Ти Ви Юэй про головне И стиральную машинку у местного населения Они сами с радостью говорят Унитазы, стиральные машинки Все, забирайте, на позиции тащите Брешешь, пиздун ты красивый У меня есть холодильник И стиральная машинка И унитаз у меня там есть Естественно, это не покупал В 2014 году была ситуация Новосветловка Взяли ха-ха У него на руке было написано Слава Украине татуировка Ему отрубили руку Ну, люди захотели татуировку, короче Баночку замариновать Мы победили Слава России Слава России Слава России И катали его на танки Я им говорю, что Господа, вы, короче, или его в госпиталь везите Или добиваете Ну, пленный не мой Мне-то еще лезть Они его отвезли в госпиталь Где-то ноябрь месяц Украинское телевидение Этот хрен без руки Говорит, я себе Хоть пистолеты стрелять буду То есть, ну, надо было валить Не доделали А кто знает, чем эта гнида Может потом Нам навредить Открыл для себя понятие того, что Война, это мое Мне это нравится Это моя зона комфорта Потому что знаю, умею, делаю И буду делать Не, Лех, ну ты, ты нацист, националист Я националист, патриот Я всегда об этом говорю То есть, я это никогда не скрываю Я нацист Я нацист Я не буду углубляться Националист, там, патриот Имперское направление и так далее Я прямо говорю, я нацист Можно руку скинуть Ну, хорошо А как ты относишься к украинцам, к противникам? Во-первых, они предатели рода Они отказались от русскости В пользу якобы украинской Я считаю, что противник должен быть уничтожен Потому что только мертвые в спину не стреляют И мертвые не сделают детей Которые потом не возьмут оружие И не начнут пустить за родителей Но ты говоришь о противнике Или обо всем украинском народе? Украинский народ, я же объясняю Это оболваненный народ Который много лет уже им вкладывают Что они отдельная нация То есть, должна быть полноценная деукраинизация Потому что с этнической точки зрения Мы ничем не отличаемся Отличия вот эти навязанные последние сто лет Хорошо, а как ты относишься к тому, что Так, Мельчаков собаку съел Преступник склонен к насилию Ну, о тебе говорят Не, ну естественно К насилию я склонен Но суть-то в другом У меня есть концепция Я живу 2014 года Я считаю Вот ты заметь В Сирии наши ИГИЛы никогда не сдавались в плен Потому что знали, что это кончится очень хреново И здесь считаю точно так же Ваша задача победить Любой ценой И цена должна быть не вашей жизни, вашего здоровья А его жизнь и его здоровье Здоровье жизни его семьи Его близких Давите, через что можете Не бойтесь Вы не на рыцарском турнире Вы должны иметь возможность Достичь своей цели Сохранив свою жизнь, свое здоровье Любой ценой У меня нет моральных ограничений Пусть их у вас не будет Вы должны понимать Что если вы сделали что-то Вы не будете как преступление и наказание Вот эта вот мерзкая книга Которую детям дают читать А я считаю это одно из произведений Достатчику, которое действительно мерзкое Вы должны понимать, что вы не должны раскаиваться Вы должны сделать то, чтобы вы были живой Здоровый, красивый, улыбающийся А противник был в лучшем случае для него мертвым То есть наши должны понимать, что биться надо до конца В плен не сдаваться Поэтому я считаю, что пропаганда жестокости В отношении противника Дает обратный эффект, который нам и нужен Когда люди начнут биться до конца Мы начнем эту войну быстрее двигать Как говорил Бенито Муссолини Ты помнишь, нацию надо бодрить раз в четверть века войной Ты понимаешь, что ты намного страшнее, серьезнее Бенито Муссолини Который был куном-коммунистом И который не смог нагнуть даже греков Это итальянская натура такая Понимаешь, винограда там не было нужного количества Да и итальянцы такие Вот уши, вот кишки, вот горящая жопа Это мой трофей Кто меня в этом осуждает Могут пойти на три известные буквы По причине того, что это мой трофей Я как охотник Вот есть, сфоткался Мое Что в бою взято, то свято И эти фотографии произвели нужное впечатление Которое я ожидал На базе все смеялись хорошо Там уши в подарки шли Кстати, то, что фото отрезанного уха было одно То это только то, что у вас есть На Яндексе и Гуглых картинках Было много чего И понимаешь, какая ситуация Победа Это вкус победы Почему бы нет Кто меня осуждает Тот или ее не испытывал Или не смог насладиться этим ощущением Потому что в конце концов Сейчас забегая чуть вперед нашего диалога Я понял, что главное в войне Что такое война Война это эффективность Когда ты победил, а враг мертв Как ты этого достиг, неважно Из засады, со спины, ночью спящего У меня были хорошие учителя Которые мне объясняли, что это такое Один из них Мне когда-то сказал хорошую вещь Война это когда ты в десятерон подошел к одному со спины Забил его в хлам И ушел довольный Потому что ты победил А он лежит Ты победитель Ты пьешь шампанское Кушаешь мясо У тебя красивая женщина А он инвалид Или мертв Великолепно Великолепно Понимаешь, когда ты убиваешь человека Ты чувствуешь А, азарт охотничий Кто не был на охоте Попробуйте, интересно А второе Ты чувствуешь Что одной проблемы имеешь В убийстве нет ничего плохого Как в явлении Моя жизнь дороже, чем жизнь тех людей Которые попытаются на меня сагрессировать Которые будут против меня Их жизнь на меня ничего не стоит Плюнул Растер Моя жизнь Великая ценность Я прямо говорю Я нацист Им И не лишь бы не было войны Лишь бы война была Вот у меня сейчас позиция Лишь бы война была Но не у нас дома Алексей, говорят У вас есть особая дарывка У меня есть Да У меня прекрасная свинина Жареная сукра По-айдаровски получается И фирменное блюдо Шашлык Тузик Великомученик У россиян Три реальных возможности Вот три Есть возможность Уехать Есть возможность Бороться То есть Давайте По нисходящее Бороться Если есть силы Боритесь Любыми способами Вплоть до вооруженной борьбы И так оно и есть И выходят на пикеты И бросают Эти самые Коктейли Молотова В военкоматы И подрывают Какие-то там Чего-то такое тоже И едут в Украину Поступают в свободную Россию Есть такие люди Первый способ Боритесь Второй способ Уезжайте Не в силах Бороться Не хотите Но не можете Дети там Вообще не боевой человек Но не можете Душа не выносит Уезжайте из России Об этом я тоже Постоянно Все время говорил Уезжайте пока можно Уезжайте 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 Не можете уехать Тоже огромное количество людей Разные причины Прежде всего А что ты будешь делать За границей Чем зарабатывать Третий выход Есть у нормального человека Не участвуйте В делах тьмы Это старый Советский выход Не участвуй В делах тьмы Не голосуй Блин Не поддерживай Не подписывай Не давай Никаких денег Ни на какие сборы Никаким нашим мальчикам Ничего Драной сраной бумажки Им не давай Ничего Не участвуйте Под любым предлогом Детей уводите Так чтобы не Не посещали Не ходили Прикидывались больными Блин Увозите их в деревню Короче тоже опять-таки В меру возможностей Но это можно Это почти каждый может Почти каждый И простите Но степень наказания Административного За то что ты будешь Злостно уклоняться От восхваления Линии партии И криков Бонзай Смерть украинцам Ну в лучшем случае Административка Ничего с тобой не сделается А там люди погибают Но у нас Огромное большинство Этих людей Предпочитают Вообще от этого Отгородиться И делать Я ничего не могу Значит это А сборной работе 2% зарплаты На армию Начи Начи Подписать заявление На подписывай Вот за это Придется потом отвечать И это Есть продажное Сволочное поведение Которое И является Основой Почему Совершенно справедливо Говорят те Кто Тычет пальцем Говорят Да они же все Там вот И Да Получается Что большинство Такие А что делать Но это еще Советским Союзом Воспитанная традиция Я просто поразился СССР давно мертв И вдруг Это все возродилось Да еще в молодом поколении Которое вроде Никто этому не учил Вот эта подлость Гнутость Готовность Голосовать Как прикажет партия И травить Тех Кого прикажет Травить власть И так далее Это конечно ужасная Степень большой деградации Российского общества Населения Ужасная деградация Тут я с вами согласен Ну реально Ну согласитесь Ну это вот три способа Которые в принципе Каждому доступны Разными Бог не дает Креста не по силам Ну не можешь ты там Бомбу бросить Председателя МАУ Ну не бросай Ну ты можешь просто Не ходить Не голосовать за этого Путина Вот выборы сейчас будут Хотя бы это вы сделаете Блин Хотя бы не подписывайтесь Под этими делами тьмы Ну хотя бы это Так ведь и этого не делают То есть вы понимаете Какая вещь Моральная деградация Катастрофическая просто У нас в СССР Была масса людей Которые Ну никак не хотели Не подчинялись Этой партии Уходили во внутреннюю миграцию В глухую Вообще от них нельзя было Ничего добиться Иначе нормально Именно эти люди Разложили в итоге Советский Союз И он рухнет А сейчас получается Такое что Сами добровольно Донос пишут Бегают Кричат Майки с Путиным Носят Кричат там Путин Путин Дави хохлов И прочее Ну так же нельзя Вот это и есть Моральное вырождение Почему я говорю Что это не народ А население Ну нет там ничего народного Там даже стержня Нравственного нет Эмпатии нет Совести нет Одно бабло Войну он готов вести Только до полной Перемоги над Путиным Дескать Украина не может Позволить себе Замороженный конфликт С патовой ситуацией